итак сегодня друзья мы посетим с вами музей подводную лодку вот это вот d2 подводная лодка d2 народу волец народу волец короче вот здесь вход 300 рублей сейчас мы побываем внутри вот этой вот огромной подводной лодочки достаточно такая она мощная массивная вполне себе огромная такая подводная лодка давайте зайдем внутрь так и так вот здесь у нас вход в лодку через вот такой вот он друзья вот он смотрите и это проход в лодку давайте поднимемся к кемоталке серьезно тут все таки божечки ты мой сильно тут торпедные отсеки она довольно маленькая такая внутри тут спали торпедные отсеки так все выглядит всякие тут штуки потолок со всем рядом лампочки здесь какой-то краник вода видно кипяченая приборчики вот этот вход вот так вот все это внутри этой лодки выглядит сейчас пойдем дальше потихонечку и так вот я дошел до сюда вот смотрите здесь они спали получается как башкой шарахнешься что-нибудь железное если лодку тряханят и получается тут вот правление главная станция здесь все подписано там дальше люди идут поэтому я быстро снимаю особо не останавливаюсь или вот такой вот проход сейчас я пролезу сниму такие вот друзья два дизеля огромных дизельного отсева переговорное устройство лесенка какая-то выход наружу и дизельного елки-палки сильно сейчас дальше пойдем и так вот здесь управление этими дизелями каждый 1100 лошадиных сил на эти дизели используется для надводного хода подводной лодки потому что когда она под водой там естественно на на аккумуляторах электродвигателях вот такие дизеля шестой отсек это здесь можете прочитать информацию по ним управление контроль каждого из дизелей и вот так это все выглядит так вот этот отсек здесь переговорное устройство выход откуда я пришел здесь спали вот он получается в пятом отсеке старший электрик командир отсека там получается выход дальше всякие штуки идут над головой краники пятый отсек подводный гальюн туалет вот здесь вот очень любопытно и поруковича сейчас еще вниз спустимся а потом дальше пойдем так друзья ну здесь просто дополнительно такой музей получается отсек с аккумуляторами так понимаю должен был быть здесь различная эмпирическая справка тут кстати есть новодел в этой лодке эти кабели например такие они на освещение вот это идут трубы пластиковые обогреватели а так все прямо аутентично мощно смотрите сколько проводов просто корпус самой лодки вот туда войти нельзя сейчас выше пойдем не так друзья мы находимся в отсеке теперь ископ главном отсеке вот он тут очень очень тесно повсюду выход на боевую рыбку залезть туда вверх нельзя здесь непосредственно все управление лодкой главный осушительный насос для всплытия все эти вентили тут получается щит сигнализации клапанов вентиляции щиты лампочки вентили всякие манометры рычажки вот он перископ собственно персоны в него ничего не видно вот так это все сделано здесь вот так вот все выглядит кнопочки такие жесткие максимально кнопки надо аккуратно быть чтобы вот она боевая тревога в боевой рубке да вот так вот все это выглядит получается вот так вот учитесь дальше пойдем и так вот я зашел в этот отсек третий отсек рубка штурмана вон кукла это сидит ну там люди идут видите чтобы быстро приходится снимаете здесь получается двигателю проход запрещен здесь обед принимали все аккуратно чтобы башкой не шарахнуться капитан здесь получается еще одна рубка и здесь вот повар сидим вот смотрите вентили какие-то даже есть посидеть можно вот здесь отсек такой отдыха как бы сейчас ниже пойду так здесь отсек с аккумуляторами вот такие огромные ячейки аккумуляторов здесь электролит заливался шинки очень толстые кабели обрезаны но это вот получается спустился в нижний отсек тележка выкатная и вот тут даже видно смотрите как так вот здесь кто служил на этой лодке вот такие разные истории вот этот спуск кабель вот так вот все здесь выглядит в нижнем отсеке вот как то так вот этот подъем щитки всякие потолок достаточно такой времени сейчас выше пойдем так друзья мы во втором отсеке подводные лодки вот выход дальше здесь получается рубка гидроакустика который служил все другие лодки и прочее вот так вот это все выглядит такая маленькая маленькая дверка вот тут все маленькая максимально компактная в проходик здесь получается рубка радиста он там сидит с рациями со своими вот радисты здесь сидим так вот преобразователь электроэнергии вот так это все выглядит и здесь вот так переговорное устройство вентили салдук вот так вот и там уже выход вылез я отсюда и и вот здесь как раз таки торпеды у нас просто вот смотрите вот торпеда кровать прям рядом с ней вот так вот тут вот кровати и торпеды торпедные отсеки просто гигантские они очень длинные вот как загружали торпеды торпеда смотрите электропускатель электромоторы просто охренеет конечно спасательные комплекты торпеда сама в разрезе что в ней внутри механизмы разные тут прям в самой торпеде вот смотрите сколько тут всего в ней да просто боевая тревога торпеда в первом отсеке я не слил вахту командир боевой части не пройти здесь предмет кроватки вот эти вот узенькие прям узенькие узенькие древряд ребятки вот тут все эти двигатели и вот так вот тут все это выглядит торпедные отсеки тут дальше пройти нельзя момент как их загружали и сами огромные вот эти вот торпеды а там уже просто выход из лодки ну друзья на этом в общем то все вот выход из лодки уже просто так он выглядит тут тоже различные фотографии предметы быта там все это выглядит какие-то узлы морские всякие и все выход из лодки ну и все собственно друзья мы посетили с вами музей подводную лодку это было весьма занимательно интересно надеюсь вам понравилось так же как и мне поэтому ставьте лайки подписывайтесь но я буду посещать еще другие музеи и все зашают все хорошие видео куда я уступаюсь и поэдgers ну и все